Побуждение к обращению с мольбами Аллах Всевышний сказал И сказал Господь ваш, взывайте ко мне, и я отвечу вам Поистине униженными войдут в гиенну те, которые не поклоняются мне из гордыни Сура прощающий, аят 60 Аллах Всевышний также сказал А если мои рабы спросят тебя обо мне То поистине я близок, и я отвечаю на мольбы взывающего, когда он взывает ко мне Так пусть же и они отвечают мне и веруют в меня Чтобы встать им на путь истинный Сура корова, аят 186 Аллах Всевышний также сказал Взывайте к Господу вашему смиренно и тайно Поистине он не любит приступающих Не приводите дела на земле в расстройство после их устроения И взывайте к нему со страхом и горячим желанием Поистине милость Аллаха близка к творящим добро Сура ограды, аяты 55-56 Ибн Аль-Кей им сказал В двух последних аятах упоминается о том, что приличествует двум видам взывания к Аллаху Дуа Взыванию как поклонению и взыванию как просьбе Когда в Коране говорится о взывании Иногда подразумевается первое, иногда второе А иногда и то, и другое Поскольку эти вещи тесно связаны между собой Во втором случае взывания есть просьба о даровании того, что принесет взывающему пользу И отвратит то, что причиняет вред Поклонение же, достоин лишь тот, от кого это зависит В своей книге «Необходимые условия обращения с мольбой и препятствия, мешающие получению ответа в свете Корана и Сумны» Я назвал пять условий Искренность, следование пророку, мир ему и благословение Аллаха Доверие Аллаху и убежденность в получении ответа Присутствие сердца, желание и проявление смирения перед Аллахом А также решимость и усердие Кроме того, в этой книге перечислены шесть препятствий, мешающих получению ответа Частое употребление запретной еды и питья Стремление торопить события Отказ от обращений с мольбами Совершение грехов Нарушение запретов А также мольбы о даровании того, что является греховным Или приводит к разрыву родственных связей Кроме того, в этой книге перечислены более двадцати правил Соблюдать которые необходимо тому, кто желает обратиться с мольбами к Аллаху Согласно этим правилам, предварять и завершать каждое обращение с мольбой Равно как и поминание Аллаха Следует словами хвалы Аллаху и мольбой за пророка Мир ему и благословение Аллаха Обращаться с мольбами к Аллаху следует как в беде, так и в благоденствии Нельзя проклинать самих себя, своих детей, жен и имущество Не следует взывать к Аллаху ни громко, ни про себя Обращаясь с мольбой, следует проявлять смирение перед Аллахом Необходимо настойчиво взывать Необходимо настойчиво взывать к своему Господу Следует обращаться к Аллаху по одному из его имен Можно просить Аллаха о даровании чего-либо ради праведного дела, которое совершил во имя Аллаха тот, кто взывает к нему Можно попросить живого, праведного, идееспособного мусульманина обратиться с мольбой к Аллаху Обращаясь с мольбами, следует признавать свои грехи и благодеяния Аллаха Обращаясь с мольбами, не следует стараться рифмовать слова Желательно произносить слова мольбы трижды Перед обращением с мольбой желательно по возможности совершить омовение А взывать к Аллаху лучше всего, обратившись лицом к кибле и воздев руки к небу Будет хорошо, если, находясь в одиночестве, взывающий станет плакать из страха перед Аллахом Взывающий должен показывать, что он нуждается в Аллахе И соблюдать определенные правила приличия, обращаясь с мольбами Если человек присвоил чужое имущество, перед обращением с мольбой необходимо принести покаяние Аллаху И вернуть законным владельцам все, что им принадлежало Обращаться с мольбами нужно не только за себя, но и за своих родителей А также за всех верующих мужчин и женщин Если человек захочет попросить за кого-нибудь другого Сначала ему следует обратиться с мольбой за себя Обращаться с мольбами следует только к Аллаху Кроме того, в этой книге упоминается о том, когда и в каких обстоятельствах принимаются мольбы Они принимаются в ночь предопределения После завершения каждой из обязательных молитв В середине последней части ночи Между Азаном и Икамой Во время призыва на обязательную молитву и объявления о ее начале Во время дождя Во время наступления в сражении на пути Аллаха В определенный период времени дня или ночи пятницы Когда человек пьет воду замзама, взывая к Аллаху с благими намерениями Незадолго до рассвета Когда человек просыпается ночью И обращается к Аллаху с такими же мольбами С какими обращался к нему в такое время пророк Мир ему и благословение Аллаха Когда человек, желающий обратиться с мольбой, говорит Нет Бога, кроме тебя, причист ты Поистине, был я одним из несправедливых Когда человек, обращающийся к Аллаху с мольбой в случае беды, говорит Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся Когда с мольбой за покойного обращаются так, как учил пророк Мир ему и благословение Аллаха Когда человек обращается с мольбой в начале молитвы Произнося слова «Истинно велик Аллах» Или «Хвала Аллаху», «Хвала многое», «Благая» и «Благословенное» При выпрямлении после поясного поклона И обращении к Аллаху с такими же мольбами, с какими обращался к Нему пророк Мир ему и благословение Аллаха Когда человек, совершающий молитву, произносит слово «Амин» одновременно с ангелами Когда молящийся произносит слова «Хвала же тебе, Господь наш» Выпрямляясь после поясного поклона После обращения с мольбой за пророка, мир ему и благословение Аллаха Во время второго ташахуда Когда молящийся произносит слова «О Аллах! Поистине я прошу тебя!» О Аллах! Единственный, единый, к которому все обращаются со своими нуждами Нерождавший и нерожденный и не имеющий равного перед таслимом А потом обращается со своей мольбой Когда перед обращением с мольбой человек произносит слова «О Аллах! Поистине я прошу тебя!» Поскольку тебе следует воздавать хвалу Когда перед обращением с мольбой человек произносит слова «О Аллах, поистине я обращаюсь с просьбой к Тебе, поскольку свидетельствую, что нет Бога кроме Тебя». Когда после совершения омовения мусульманин обращается к Аллаху со своей мольбой так, как учил пророк, мир ему и благословение Аллаха. Когда с мольбой обращается паломник, который находится у Арафата в день стояния. Когда с мольбами обращаются после полуденной молитвы. Когда с мольбами обращаются во время Рамадана. Когда с мольбами обращаются в собраниях мусульман, поминающих Аллаха. Когда с мольбой обращается тот, кто слышит крик петуха. Когда с мольбой обращается человек, сердце которого устремилось к Аллаху Когда с мольбами обращаются в десятый день месяца Зульхиджа Кроме того, принимаются мольбы людей, с которыми они обращаются к Аллаху, находясь в определенных местах И в этой книге перечислены шесть таких мест Мольбы паломников, совершающих хадж или умру Когда они поднимаются на холмы Ас-Сафа и Аль-Марва Мольбы того, кто находится внутри Каабы Мольбы того, кто находится в пределах Хиджра Мольбы паломников, совершающих хадж Когда они бросают камешки в малые и средние столбы в дни Ташрика Мольбы, которые в день жертвоприношения возносят паломники, совершающие хадж И находящиеся у Аль-Машар Аль-Харам Мольбы, которые в день стояния возносят паломники, совершающие хадж И находящиеся у Арафата Кроме того, в этой книге перечислены мольбы, которые будут приняты Мольба, с которой мусульманин обращается к Аллаху за своего брата поверия в отсутствие последнего Мольба притесняемого Мольба родителя за своего ребенка Мольба путника Мольба, возносимая во время разговения тем, кто соблюдал пост Мольба справедливого правителя Мольба за человека, которую возносит праведный человек Мольба, по примеру пророка, мир ему и благословение Аллаха С которой обратится к Аллаху тот, кто проснется ночью Мольба нуждающегося Мольба того, кто проснется, заснув во время поминания Аллаха после совершения омовения Мольба того, кто будет взывать к Аллаху так же, как это делал Зуннун Мольба того, кто обратился с ней так, как учил пророк Мир ему и благословение Аллаха, если окажется в беде Мольба того, кто обратится к Аллаху по его величайшему имени Мольба того, кто совершает хадж или умру Мольба того, кто выступит в военный поход на пути Аллаха Мольба того, кто много поминает Аллаха Мольба того, кого Аллах любит и кем он доволен Кроме того, в этой книге перечислены важнейшие просьбы С которыми раб Аллаха может обратиться к своему Господу Просьба о ведении по правильному пути Просьба о прощении грехов Просьба о даровании рая и защите от огня Просьба о прощении и избавлении от всех бедствий в обоих мирах Просьба об укреплении в религии Просьба о хорошем завершении всех дел Просьба о даровании блага в религиозных и мирских делах А также в мире вечном Просьба о постоянном оказании благодеяний Просьба о защите от трудностей испытания Бедствий, злополучия, предустановления и злорадства врагов Просьба о докторе